друзья мои всем добрый вечер с вами олеся и сегодня я хочу сделать небольшое видео с ответами на комментарии и на ваши вопросы и сообщения в директ на этом канале как я уже говорила сейчас будет основная тема тема моего похудения со 100 килограмм я собираюсь прийти к весу 60 килограмм я не собираюсь я уже иду в этом направлении пока я еще только в самом начале пути но я думаю но есть что обсудить с вами первый отчет о похудении у меня уже был на канале видео со следующим отчетом будет буквально через несколько дней то есть пока я буду делать это раз в неделю я думаю что так она будет информативнее да даже когда я однажды худела причем очень успешно на марафоне с психологом у нас было задание взвешиваться один раз в неделю потому что если вы взвешиваете каждый день ваш вес может немножко гулять плюс-минус там сколько-то грамм и вы можете демотивироваться из-за этого да поэтому не советовали нам ну можно конечно так делать держится каждый день и я так делаю я взвешиваюсь для того чтобы для себя кое-что отслеживать но тем не менее синтет немножко еще покашливаю после к вида тем не менее было задание такое взвешиваться раз в неделю вот я думаю так будет более информативно так будет лучше и и поэтому каждый день я такие видео про что я кушаю вот как бы как это все происходит пока по крайней мере снимать не буду буду пока снимать раз в неделю но о чем хотела поговорить сегодня значит несколько вопросов и комментарии и так первый самый написали мне в instagram я вот выложила видео о том что я за первую неделю вернее там было не за неделю а всего лишь за пять дней похудела на кило 600 вот первый мой отчет потому что я взвесил с первый день и последнее взвешивание показала вам в на шестой день утром то есть это было пять дней первых и на это на эту информацию на эту тему написала мне одна девушка ответила в instagram в личку что это очень мало очень мало сказала девушка похудеть за неделю на кило 700 и я вот думаю я просто сначала не могла переварить мало для кого а сколько надо надо чтобы эта девушка была удовлетворена надо похудеть на 5 кило в неделю может быть может быть надо на 10 сколько надо и что значит очень мало мало для меня мало для этой девушки что значит очень мало посмотрела на этот комментарий с непониманием я его удалила и хочу немножечко вот про это поговорить потому что насколько я знаю как советуют врачи врачи диетологи нутрициологи и так далее что согласно их вот рекомендациям здоровая оптимальная потеря веса для человека составляет 0 5 тире 1 процент от его веса то есть для мадам в весе 100 килограмм как сейчас нахожусь я от полкило до одного килограмма в неделю минус это будет идеально таком случае я действительно буду постепенно здорово в смысле соблюдением сохранением здоровья да здорово постепенно с соблюдением здоровья сохранение моего здоровья худеть и идти к стройности и таким образом у меня будет больше шансов что после похудения я этот вес сохраню и я не знаю может быть эта девушка насмотрелась передач про экстремальное похудение где супер тяжеловесы вот в таком весе как я и в два в три раза больше как они ударно там занимаются спортом сидят на супер диетах очень какими-то невероятными темпами теряет вес может быть она сравнивает меня с этими передачами но извините это не моя цель резко сбросить вес и там нанести урон своему здоровью нанести урон своему психологическому состоянию потому что сбрасывать вес такими темпами там по два по пять килограмм в неделю это значит сидеть на какой-то жесточайшей диете нет это не есть моя цель поэтому вы знаете я вот в этом вопросе я не буду ориентироваться на комментарии какой-то неизвестной мне девушки в instagram я не буду ориентироваться ни на что кроме своего собственного здоровья своего собственного самоощущения поэтому девчонки мальчишки если вы ожидаете что я буду ударно ударно худеть очень очень быстро то нет друзья мои я буду делать это самым оптимальным образом для для моего тела для моего здоровья вот как я уже сказала я ориентируясь на вес здоровый до который рекомендуют специалисты от пол килограмма до килограмма в неделю но сказать по чесноку для меня будет любой отвес за счастье будет это 100 грамм неделю минус есть хорошо будет это два килограмма в неделю два с половиной у меня такое было однажды вот на том марафоне с психологом про которые все время рассказывают вот за неделю я однажды потеряла два с половиной килограмма причем я ела все что хотела в тех количествах которые хотела будет 2,5 килограмма будет 3 килограмма ну вообще шикарно да но что я исключаю для себя я исключаю какие-то либо диеты нет ограничений не будет многие пишут что надо переходить на здоровое питание на пп нужно переходить там на кето надо есть то надо есть это у ребят да да наверное но ну не в моем случае и не сейчас сейчас я уже счастлива тому что я получила то есть уже вторую неделю я не переедаю это для меня уже просто шикарно уже только от этого я теряю вес поэтому ребят в моем случае я стараюсь прийти скорее не к правильному питанию к здоровому не к это не к диете не к чему-то там сверхъестественно не голоданию нет моя цель это скорее осознанное питание может быть это какое-то даже интуитивное питание хотела сейчас я не знаю что такое интуитивное питание прослышала этот термин и мне кажется что это очень похоже на то что я хочу делать но я больше знаю про осознанное питание и вот это вот то чем я хочу заниматься то есть очень внимательно слушать свое тело очень внимательно слушать его потребности и давать своему телу именно то что мне нужно сейчас именно то что мое тело просит сейчас вот друзья мои то есть ну как я уже сказала на прошлом видео что в моем случае даже если я не переедаю просто прислушаюсь к своему организму до кушаю столько чтобы я наелась но им то что я хочу в моем случае это уже только от этого получается минус по калориям если я не слушаю себя не останавливаюсь во время когда я с это ем тогда когда мне нет аппетита или нет голода или ем когда мне грустно когда мне там скучно когда там я переживаю стревожусь то есть тогда когда есть я не хочу но вот у меня к этому три не тоска начинаю закидывать в таком случае у меня всегда получается огромный перебор по калориям там получается и 3000 и 4 может быть и больше я даже ну я ведь не считаю когда я в таком состоянии да я даже предположите не могу сколько я съедаю в такие дни поэтому вот даже те усилия которые я ну хотя там каких-то сверхусилий они приняли сейчас не предлагаю я просто стараюсь к себе прислушаться даже простые вот эти вот действия да они уже дают отвес они дают девицит калорий дают отвес и калорий я считаю может быть вы подумали что я считаю калорий для того чтобы удержаться в какой в каких-то рамках нет я считаю калорий просто для отчета просто для того чтобы самой видеть и понимать а сколько в этом наборе продуктов, сколько в этом блюде калорий, которые я в себя вкладываю, только для этого, то есть я не буду отказываться от какого-то блюда только потому, что там в нем много калорий, нет, если я его хочу, то я его сейчас съем, причем я съем столько, сколько я захочу, вот в данный момент, и потом, ну, просто я его потом сфотографирую, взвешу перед этим, а потом посчитаю, и сколько же это было, и что мне это завтра делать, что из этого завтра получится, вот, ну, когда там завтра, послезавтра, когда это все усваивается, вот, и постараюсь получить максимальное удовольствие от того, что я ем, но потом я посчитаю и увижу на весах результат, все, вот так вот, так, друзья мои, про это мы поговорили с вами, еще я себе что-то отмечала, так, то есть я буду ориентироваться на то, какая потеря веса удовлетворит не каких-то комментаторов, которые пишут, мне в личку, что это очень мало, нет, друзья мои, для себя я определила, что для меня любая потеря веса в неделю, это за счастье, вот сколько бы я не худела, все классно, главное, чтобы не в плюс, главное, чтобы все-таки шел постепенный минус, вот это для меня главное, так, дальше, вот, потому что я сейчас не ставлю никаких рекордов, а я заботюсь о своем здоровье, так, еще хотела ответить на один комментарий, Наталья пишет, Натали, Лев, написала много советов, что убрать, что добавить, чем не надо, что надо есть, что не надо, и потом, значит, она пишет, что я уже много раз об этом писала, но я поняла, что в Алисеных видео будет вечная тема для привлечения зрительской аудитории лайков, я не увидела у себя ни одного видео о том, что автор выбрала для себя из советов подписчиков, а как знать, а похудела ли на 1,7 килограмма, не думаю, Олесечка блефует, лайк не ставлю, уже однобоко и неинтересно, Натали, с какой целью вы пишете этот комментарий, я же проговорила в прошлом видео, что я не прошу сейчас рекомендации диетолога, потому что в моем случае вопрос больше не в диете, а в переедании, мне нужно справляться с перееданием, а не с тем, чтобы заменить один продукт на другой, возможно, когда-нибудь я приду к плато, когда вес у меня не будет уже сбрасываться на таком осознанном питании, да, когда мне уже действительно нужно будет структурировать свое питание, и есть только полезные продукты в каком-то определенном количестве для того, чтобы дохудеть до нужного мне уровня, но в принципе я думаю, что на таком питании до 60 килограмм, наверное, дойти вполне возможно, это уже как бы модельную внешность, да, я не сделаю с таким питанием, может быть, но 60 это для некоторых людей, это даже очень много, для меня это будет просто шикарно, вот поэтому, не знаю, может быть, когда-нибудь мне такие рекомендации понадобятся, я буду их искать, и я буду о них просить, тогда это будет уместно, а когда я говорю, что не нужно, не нужно рекомендовать, не то, что вы рекомендоваете, приказывать мне не нужно, что мне есть, что мне не есть, вы все равно продолжаете, говорите, я уже неоднократно писала, но Олеся почему-то не сказала, что она выбрала из советов подписчиков, почему она не выбирает что-то из советов подписчиков, Ну, Натали, я читаю советы подписчиков, но я должна выбирать для себя не то, что советуют мне люди, а то, что я хочу сама в данный момент. Вот. Ну, это такая система у меня. Без обид, друзья мои. И еще хотела спросить, Натали, с какой целью вы пишете вот такие комментарии, что «А похудела ли Олеся на 1,7 килограмм?» Что-то не думаю. Вы это пишете с целью меня подколоть, с целью меня демотивировать. С какой целью пишите такие комментарии? Если вы хотите меня демотивировать, то, вы знаете, друзья мои, я живой человек, и если будут такие комментарии поступать, ну, они же будут меня плохо отражаться на моем настроении, на моем настрое похудальческом, да, ну, я не смогу это долго выдерживать. Я просто начну это все блокировать, потому что, ну, ни один здоровый человек со здоровой психикой не может долго выдерживать вот такие вот подколки, да. Конечно, как вы можете увидеть, внешне 1,7 кг разницы. Я даже не стала пока снимать внешне, да, как я худею, как я меняюсь, потому что, извините, на 100 килограмм минус 2 кг, там никакой особенной разницы не будет. Я думаю, подожду пару недель, когда это уже будет, уже будет что-то заметно, да. Тогда, ну, как бы буду снимать до и после. А сейчас я даже смысла особого не вижу, потому что, ну, на таком весе, это, знаете, как укус, слону укус комара, да, как слону дробина. Ну, это не, ну, не показательно, да. Вот подождем еще пару недель, еще там сколько-то килограммов, и тогда уже будем сравнивать до и после. Это будет как-то более показательно, визуально. Вот такие дела, друзья мои. Так что хочу, я еще увидела много комментариев, в которых люди пишут, что, Олеся, я с вами. Там, я набрал за праздники или набрала. Я набрала из-за депрессии. Я поправилась по каким-то там другим причинам. Там, замоталась, дети, возраст, все сложно. В общем, я набрал, я набрал. Я худею с вами. Давайте, друзья мои, присоединяйтесь. Присоединяйтесь. Давайте будем делать это вместе. Я не могу вести какой-то там марафон, да, потому что это серьезная работа, и я не обладаю теоретической, ну, я не подкована теоретически, поэтому я не могу давать кому-то ценные указания, рекомендации. Какую систему для себя выбрать, какую систему питания, каким образом худеть, это вы выбираете для себя самостоятельно. Но мы можем с вами в комментариях писать свои истории, хвастаться своими результатами друг перед другом, да, вот таким образом мотивировать друг друга. Я вас всех попрошу, кто пишет свои истории в комментариях, да, поддерживайте людей. Если у них есть результаты, поддерживайте друг друга, ставьте друг другу лайки, пишите друг другу ответы, вот, не ЦУ раздавайте, а именно просто добрые слова поддержки. Я думаю, что людям, которые вот пытаются сбросить вес, тем более, если это уже, ну, долго длится во времени, если это уже происходит годами, там, накопленный вес, который не уходит, то поддержка – это то, что очень-очень-очень нужно таким людям. Поэтому, если вы друг другу будете отвечать на комментарии и писать слова поддержки, я буду вам очень благодарна, потому что я сама не успеваю всем ответить. А мне бы хотелось каждому написать, вот каждому, кто худеет, хотелось бы написать добрые слова. Поэтому я вам сейчас говорю в видео, друзья мои, все, кто присоединился, я вас всех обнимаю, у нас всё получится. Не реагируйте на какие-то демотиваторы, ставьте свою цель, не бойтесь её проговаривать, записывать где-то, потому что, когда есть цель, да, то к ней легче идти, чем когда какие-то размытые такие представления, к ним сложнее прийти. А вот я для себя уже цель поставила, вот я хочу 60 килограмм, мне уже легче идти в этом направлении, поэтому ставьте себе цель и давайте с вами самым оптимальным, самым здоровым образом, давайте худеть будем вместе с вами. Всё, вот такое хотела сделать видео, такие хотела я проговорить вещи. Следующее видео на этом канале будет с очередным отчётом за вторую неделю, поэтому подписывайтесь, ставьте лайки под этим комментарием, пишите свои истории, свои истории успеха или свои истории, как вы тоже худеете, и давайте поддерживать друг друга. Всё, всех целую, всех обнимаю и до встречи в следующем видео. Чао-чао, тут и всем пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok